всем доброе время суток всем ассалам алейкум сегодня выпуск таков расскажу немного предысторию то есть лежу дома на диване залипаю в телеграме в инстаграме пишу владельцу вот этого заведения чайхана баракят и ранее я здесь уже был пишу как дела тудыську мудыськи в общем так и спрашиваю по приколу когда будем жарить барана он не пишет завтра я такой завтра я думал сначала что он шутит но я говорю так завтра это точно горьда завтра точно поэтому решил так давай заснимем этот процесс суть в том то что я как бы можете писать можете думать что в одни и те же заведения но факт в том то что интересные моменты интересный процесс приготовления блюд мне это интересно и хочется показывать это вам дело не в том то что я приехал в одно и то же заведение и как бы реклама нет за рекламу мне никто здесь не платит и я чисто из-за своего интереса чтобы показать это все вам приезжаю снимаю это все и делаю я думаю будет интересно мы начинаем погнали давай здесь я 16 килограмм один скилограмм останется до чисто а сколько будет усадка усадка сколько 350 грамм с килограмма теряется в общем друзья вот это был и то есть учредитель соучредитель этого заведения чай хана баракят убежал на камеру как не хочу сниматься вообще вот там дырчик друзья из кирпича да он сделал а это дровки туда только уголь получает метров периода березовые дрова до локова сейчас опускаете потом получается сколько здесь 2-3 часа находит 2 2 2 с половиной 2 2 с половиной часа будет в этом тандыре находиться еще раз вот так вот у меня с попал маринаде стоит 5-6 часов замаринованным до маринат что входит всякий приправа всякий приправа ель знаю то что не местная она привезенная с таджикистана да на на еще что соль перец арча гель говорю жене у гелка да вот это вот елку арча а местную пробовали не подойдет она вместе базу вкус мясо портится до теряется он говорит сейчас будем закидывать поэтому ждем вот еще раз посмотрите жар нормально тут приличный тот градус 500 600 я думаю меньше 300 где-то пор тоже не любит на камеру снимать поэту я чисто себя снимаю целое видео вот так вот парашка выглядит друзья что закрываем до на три часа так фольгой еще ковром до сверху там в узбекистане таджикистане глину еще до закрывает на обога там дыр чтобы горячий воздух я ходил да здесь глины нету дайте тоже здесь гор там там пиры а вот эта дырочка для чего открывать будете потом или на когда агон зажигаешь открываешь а вентиляция да все через три часа мы пойдем на все друзья в это время пока я жду в ожидании то есть целых три часа у меня есть мне принесли смотрите что попробуй зацени ты же прошлый раз не пробовал 2 мантышки получается чай и вот эту курицу они тоже запекали в тандыре запекали в тандыре как то есть тест проводили тест эксперимент на курицу тоже елкой вам посыпано в общем тест на курицу проводили сейчас попробуем немного тепло уже подостыл конечно пока я бегал прыгал честно скажу это меня угостили поэтому по ценам я вас сориентировать не могу как они только что только принесли подали и все так пробуй ты прошлый раз не пробовал ничего это поэтому этот раз тебе придется попробовать сейчас попробую курицу трону ваш рука жирная стала во-первых он попробовать манты потому что здесь есть жир который может застыть и потом холодной виде он будет не вкусно манты лучше кушать руками рубленое мясо кусочки жира пахнет курдюком скорее всего это курдюк да вот так он выглядит но очень вкусно очень вкусно еще раз вспоминаю это не реклама это просто чисто мое мнение что тесто не толстая она тонкая то есть прям супер как так как надо тесто тонкая даже где происходит стык даже в этих моментах в этих местах манты остаются мантами да это точно курдюк потому что пахнет что за объедение манты сочные все текет просто текет все да действительно не зря они мне дали попробовать я даже сметана не воспользовался есть вкус черного перца будьте осторожны кто перец не переносит есть черный перец в составе однозначно поэтому у кого проблемы с перцем лучше переспросить есть здесь перец нету в этой в этих мантах есть данный момент поэтому попробую сейчас сейчас попробую курицу то есть смотреть как это будет снимаю все одним кадром прям съел но если бы мне предложили выбрать манты или курицу стандыр я бы конечно выбрал курицу стандыра потому что это не сравнить ни с чем просто целая ляха вкус ели вкус дымка еще ни с чем не перебивается то есть каждую каждого вкуса есть своя нотка получается курица ель и дымок когда супер при желании можно полить уксусом поэтому рекомендую всем 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 попробовать если они внесут это в меню курица стандыра знаете место где это можем попробовать держаком ель прям топ вообще везут они с таджикистана как мне сказал адхан это соучредитель этого заведения он же меня и пригласил то есть я с ним переписывался искал все так спонтанно получилось и я сюда приехал надо будет узнать потом сколько он стоит вами искал этот тест пока этот тест сделали чисто для себя ну и ты попробуй конечно по стране если сравнивать битву манты и курица то манты тут проигрывают однозначно ну что я пока буду кушать а вы продолжайте смотреть курица будет меню курица вот это вот да будет на дальнейшем пока нету вкусно да вкусно а мам ты сочный ты сочный фарш не должен быть и важенит все четко тогда с куздыма вообще прикалывать вообще черт куздым ну что маряка начинаем прошло три часа друзья наконец-то я дождался это очень утомительно было не знал чем себя занять в азио в интернете тудыйскому диски короче сейчас мы открываем да давайте чтоб камера не надынилась а подальше стану снова открываем да про детей опасным отчета внутри картошка картошка лимон до . лимон там там вовсе сейчас посмотрим давайте доставайте доставайте вот это конечно да шедевр нигненок все погнали дальше сейчас разрубать бы идем разрубать друзья так тут внутри лимон наук жир походу курдюк это по уходу курдюк друзья для справки заказы принимаются от 5 килограмм и выше килограмм стоит полтора тысячи готового веса то есть уже выхода стандыра обжаренного готового веса то есть к столу стоит полтора тысячи заказа от 5 то есть одна задняя часть получается где-то две задние ляжки еще если брать получается около пяти шести килограмм да там 5 6 килограмм получается эта часть там курдюк внутри получается самого барана от самого ягненка короче да пахнет вообще ты я чувствую отсюда ребят что пахнет очень очень мощно по предзаказу только делаете да если предзаказ есть то тогда делаете да есть картофан через листы будете делать сколько килограмм вы что такое-то это придется перематывать как моряки вы понимаете наконец-то это случилось так пол барана получается почти 6 килограмм до 5 910 4 635 что происходит с тобой идет обращение перчатка неудобно да будет горячее какая самая вкусная часть здесь там везде вы режиме на реберные или на везде везде ребра ребра да вам нравится но пахнет вообще конечно просто магический как и часто заказывают каждый день есть так на же день маша ван могу сказать если 10 килограмм грубо говоря то получается один баран 15000 чесночок еще вон есть чеснок лук захочу попробовать надо а и 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 технические моменты такое сочное и 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 баран дикий был меня загадили немного а сколько человек заказали здесь на 10 человек ну плюс там салаты еще и так далее в принципе хватает мясо наестся на 10 человек уже по килограмму на каждого почти да и она битва ли нет мад говорит еще одну тарелку дайте не хватило две тарелки сейчас ждем 3 рахмат рахмат вот принесли нам еще на тарелку чей не хочет улажаться а вот это тоже добавить как украшение добавить на если я закажу за три часа мне сделаете нет поздно насколько на что хотя бы самый минимальный восемь часов хотя бы 8 часов а мариновка же сюда мариновка два часа плюс три часа в тандыре плюс надо еще барана привести если нету баран тупийской мудэйской короче получается 8 часов минимально до заказа а если барана рынке еще нет надо и очень поймать на там на скотном на скотной ферме ля-ля-ля-ля за ним побегать а потом уже а жира много поэт молодых надо бедных которыми голодным не смотреть итак друзья принесли вот такую тарелку целого мяса просто я не знаю здесь наверное уже больше полки вот точно я знаю потому что видно будем пробовать теперь капитальную горячее мясо вообще я только что из тандыра вы сами видели жаль что через камеру это не передать друзья просто волшебно смотрите что за это те кто не знаком с этим блюдом рекомендую попробовать обязательно понимаю что это не дешево получается да за килограмм полтора тысяч но это стоит этого скиньте с большой там компании и неважно большой средней компании и это стоит попробовать мясо сделанное на дровах на углях нежнейшие смотрите маринат в меру упитанный то есть здесь ель здесь вижу кинза зира вроде как перец то есть она нежная смотрите как тянется и жирок между посойные просто обалденный вкус мальчина мощно для мужского это однозначно мощный просто шедевр какой-то я не знаю скорее всего я питере наверно но если быть честным питере пора бы из номера именно первый раз вот такое мясо чтобы это было не шашлык не в плове не казань кебаб а именно вот что он целая тушка приготовилась тандыри с елкой все заправлено все как положено так что друзья рекомендую ни в коем случае это не реклама чисто от сердца чисто души советую попробовать и написать мне вместе вам не понравится или даже понравится в любом случае написать не в директ либо youtube комментарии так что кстати подписывайтесь на мой инстаграм ссылочка будет под этим видео газуйте подписывайтесь там а все первые новости все последующие видео которые будут на канале они сначала появляются в сторисах или в ленте в инстаграме поэтому подписывайтесь поддерживайте дальше больше газуем ребят газуем все а я буду кушать это вкуснейшее мясо в общем друзья подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии все всем рад буду потому что вы подпишетесь напишите комментарии все это вижу огромную благодарность всем